Всем привет! Многие обожают комиксы за то, что там описываются персонажи, которых невозможно встретить в реальной жизни. Но некоторые люди настолько не похожи на остальных, что легко могут составить конкуренцию супергероям. Сейчас вы увидите 7 самых необычных людей со всего мира, существование которых даже сложно поверить. Не переключайтесь! Ребята, сейчас искренне прошу, послушайте меня. Потому что и от вас будет зависеть жизнь человека, моего подписчика. У которого жизнь сложилась очень плохо. На протяжении 9 лет Максим болеет остеомиелитом. Мало кто знает, что это. Если коротко, рушится поражённая кость. Не уследил за здоровьем. Ну и, конечно, врачи помогли дойти до такого состояния. Врачи у нас сами знаете какие. В общем, было 22 операции за эти 9 лет. Представьте на секунду, что это такое 22 раза лечь на операционный стол. 2,5 года он был просто прикован к кровати. Сейчас срочно нужно 60 тысяч рублей для вбивания стержня в кость, чтобы Максим смог ходить. Ребята, кто сколько сможет. Давайте отправим деньги. Поможем парню. Хотя бы по 100 рублей каждый. Реквизиты, куда можно отправлять деньги, есть в телеграм-канале Максима. Ссылка будет в описании. Также там все выписки. Доказательства того, что он не мошенник. Я сам это лично проверил. Ребята, давайте поможем человеку. Ла Остигрин – шведская культуристка и модель, у которой невероятно длинные ноги. Собственно говоря, именно они и принесли этой девушке популярность. Сегодня у Ла 150 тысяч подписчиков в Инстаграм. Ноги длиной в 108 сантиметров являются предметом особой гордости модели. Но так было не всегда. В подростковом возрасте девушка очень комплексовала из-за своих нестандартных пропорций. Издевательства сверстников довели Ла до депрессии. Но однажды она приняла решение заняться спортом и поняла, что то, что раньше казалось ей недостатком, на самом деле является ее достоинством. Ла ежедневно много работает над собой. И сегодня она является очень успешной моделью. Если вы всю жизнь мечтали прыгнуть с парашютом, но так и не решились, не отчаивайтесь. Лучше поздно, чем никогда. И учительница-пенсионерка Диллис Прэйс доказала это на своем примере. Чем, по вашему мнению, должна заниматься старенькая бабушка? Большинство из нас привыкло считать, что в этом возрасте можно лишь вязать носки и жаловаться на боли в суставах. Но Диллис Прэйс разрушает эти стереотипы. В свои 86 лет она является самой старой в мире соло-парашютисткой. Свой первый прыжок бывшая учительница совершила в 54 года. Диллис рассказывает, что это были тяжелые времена. Она сама воспитывала сына и испытывала нечто вроде кризиса среднего возраста. Однажды, решившись на прыжок, она поняла, что благодаря этому чувствует себя вновь молодой и полной силы. Глядя на эту хрупкую девчушку, не сразу можно разобрать, что это настоящий тяжелый атлет. Бруклин Ситнер из США начала заниматься силовыми упражнениями в возрасте всего 6 лет в тренажерном зале своего отца. Сейчас она установила три государственных рекорда на чемпионате штата по тяжелой атлетике в штате Монтэнны, в том числе 43 килограммов толчки. Школьницы тренируются до 9 часов в день. Но все это лишь цветочки. Совсем скоро вы увидите людей настолько уникальных, что в существовании даже с трудом верится. Вряд ли вам когда-то приходило в голову проверять, насколько сильно вам удастся вывернуть стопу. Но даже для того, чтобы повернуть ее на 90 градусов, необходимо долго тренироваться. Но британский подросток Максвелл Дэй без труда способен повернуть стопы на 157 градусов, что практически составляет полный оборот. Благодаря своему немного странному таланту парень даже попал в книгу рекордов Гиннесса. Все дело в особенности его коленных суставов. Однако Максвелл не придавал этому особого значения, пока не узнал, что в книге рекордов есть такая запись. Потренировавшись совсем немного, ему удалось побить предыдущий рекорд. Американец Джефф Дэйв очень похож на мультяшного моряка Папайя, ведь его руки просто невероятно огромные. Окружность его предплечий составляет 49 сантиметров. Его ладони также просто гигантские. Но дело не только в размере. Руки Джеффа очень сильны, но, к счастью, мужчина обладает очень добрым и пользуется силой только для того, чтобы побеждать в чемпионатах по армрестлингу. Руки Джеффа были очень большими с момента рождения. Изначально думали, что он страдает от гигантизма, но анализы доказали, что никаких нарушений нет. Возможно, далеко не все персонажи комиксов вымышленные. У многих могут быть реальные прототипы. Вот, например, Слависа Паджик из Сербии. Это настоящий электромэн. Вы когда-нибудь видели, как кто-то трогал электрический провод руками и не получал удара током? Слависа Паджик касается руками проводов высокого напряжения и даже включает лампочку, пропуская ток через свое тело. Ежегодно тысячи людей погибают от удара током, а этот человек способен держать провод напряжением в 20 тысяч вольт. Слависа родился обычным ребенком, но в возрасте 17 лет открыл в себе эту удивительную способность, которая помогла ему попасть в книгу Гиннессы. Этого парня зовут Энтони, и он записал видео, чтобы поделиться своим большим, вернее даже сказать, длинным горем. После несчастного случая его шея вытянулась почти на метр. Теперь парень не может жить полноценной жизнью. Энтони говорит, что обращался к разным специалистам, но никто не в силах ему помочь. Но действительно ли ему нужна помощь? Существует ли этот человек-жираф на самом деле? Что вы думаете по этому поводу? На этом все, дорогие друзья! Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. И, конечно же, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!